Что было сделано за весь 2015 год, чтобы ЛУХ «Электротранс» у нас и не только ЛУХ работал? Было на протяжении 2015 года проведена инвентаризация имеющегося подвижного состава по этим предприятиям. Была составлена заявка на основании просьб этих предприятий. Существующая тарифная политика не позволяет полностью покрывать расходы, которые предприятия имеют. А тарифная политика как-то стабильная или монументальная? Не подлежит изменению? Она подлежит изменению. А что с ней поменяли? Меняем. Во-первых, подход, когда на одну подвижную единицу транспорта задействовано от 11 до 23 человек, она никогда не сможет быть прибыльной. И это своевременно было указано и рассказано. Хотя и в компетенции местных органов самоуправления находятся эти коммунальные предприятия. Однако в этом году по каждому предприятию, ну немножко я вышел со строя, но в сегодняшний день я уже на работе. Детальная работа каждого предприятия будет распотрена с моим участием. Так как это было сделано в Антраците. Там два месяца было дано им на исправление своих ошибок и обещание о том, что они поправят. Вот как раз два месяца истекло. После праздника буквально я побываю в Антраците. И если они не выполнили своих обещаний, то извините, за чужой счет жить хозяйственному предприятию, это непозволительная роскошь. Жить надо по средствам. Знаете, как получается, родили ребенка, выгнали и живи как хочешь. Так не бывает. Игорь Венедиктович, ну вместе с тем содержать 34 человека и выпускать один троллейбус на линию, это тоже непозволительная роскошь. А ну-ка повторите, сколько у нас минимальная пенсия? Тихо. 1800. А, минимальная заработная плата? 2000. А за что людям ездить? Вы будете оплачивать? Я не буду оплачивать. Естественно, не будете. Для того, чтобы работало, надо создать нормальные условия и нормальную финансовую базу, не только финансовую, законодательную, откуда они могут брать. У нас привыкли, что часть есть коммунальные на дотации. И все. Нас никто по-другому мыслить не хочет. А дотации нет. Значит, извините, перерабатывайте схемы. Все привыкли получать дотации, дербанить их и так всю жизнь жить. Нету дотаций. А у вас нет дотаций, нет предприятия. Мертвые они у вас. Денег не дали, все. Надо они, как вы там сказали, они плохие. Да неправильно. Не, они плохие. А вы не сделали новую схему, по которой они смогут. Вмешался профсоюзы. Вмешалось министерство. Вмешались все остальные. Сейчас постепенно ищем эту схему. Договариваемся. Ведь распределяли маршруты-то кто? Не вы ли? Как министр. Не мы. Вы не распределяете, вы ни за что не отвечаете. Вы министр. А почему не вы? Почему не вы? Почему вы не участвовали в этом? Почему вы не сказали, что извините, я как министр, меня интересуют государственные. И вот государственные маршруты, самые прибыльные или жирные, как вы их там называете, не знаю, должны принадлежать государственным предприятиям. А все остальные участники зарабатывайте. У нас вечером по маршрутам, которые неприбыльные, никто не ездит. И вы в том числе. А у вас простой вопрос, ответ. Нет дотации. Нет. Мы не можем возить, гонять пустой автобус туда-сюда. В чем-то вы правы. Но это правда только наполовину. А полностью правда, самая простая, вы не поменяли схему работы.